Посреди газона из-под земли хлынул кипяток. К несчастью, мимо проходил уличный пёсик по кличке Пират. Бедолага угодил под обжигающие струи воды. Люди услышали отчаянный виск пса и поспешили ему на помощь. Как же так получилось? Оказывается, за три дня до трагического происшествия в районе не было горячей воды из-за проводимых испытаний. Когда же вода вновь пошла, грибочки на теплотрассе стали парить. Энергетики уверяют, что никаких заявок или аварий в тот день не было зафиксировано. Около одного из таких грибочков и оказался пёс Пират. Десятилетний питомец когда-то был домашним, но потом хозяева выгнали животное из дома, оставив ошейник на его шее на память. Хотя Пират пережил предательство, он по-прежнему тянулся к людям. Когда малыш угодил под кипящие струи воды, ему на помощь побежала находившаяся рядом пенсионерка и мужчина с женщиной. Дамы испугались дымящиеся, стремительно увеличивающиеся лужи кипятка. А мужчина быстро привязал своего мопса к дереву и побежал прямо в кипящую воду, спасать Пирата. К счастью, животное удалось вытащить, но пёсик от страха и боли укусил своего спасителя за палец. Впрочем, мужчина не расстроился, от души радуясь тому, что пирата удалось вытащить из ловушки. Шокированный пёс убежал прочь, а местные жители искали его почти четверо суток, чтобы оказать помощь. Только на пятый день питомец сам вышел к людям. У пирата были сильные ожоги лап, предплечья, правого ушка и глаза. Над животным уже начали летать мухи. Спасением пса стали заниматься две девушки, Анна и Маргарита. Они собрали деньги через социальные сети, подыскали авто, а потом нашли клинику, где животному провели сложную операцию, прочистив загноившиеся участки тела и удалив яички. Затем для пирата был найден стационар. Правда, бедняге потребуется ампутировать ушную раковину, но это можно сделать только после того, как будет снято воспаление. Состояние пса на данный момент удовлетворительное. Врачи говорят, что здоровье пирата улучшается, а, значит, он выживет. У пёсика хороший аппетит. Волонтеры смеялись, узнав, что питомец обожает домашние оладушки. Бедняга уже аккуратно наступает на лапки, но все еще боится садиться, именно на заднюю часть пришлись самые серьезные ожоги. Через месяц-другой раны затянутся, но пока что пирату предстоит долгое лечение. Как только песик полностью поправится, Анна и Маргарита займутся поиском хозяев для питомца. Мы желаем пирату скорейшего выздоровления. И пусть ему встретится человек, который сумеет сделать жизнь пса счастливой. Продолжение следует...